Музыка Часто маркетологи выбирают для рекламы стоматологии или средств гигиены полости рта яблоки. Грызть этот фрукт – хорошая и естественная нагрузка для зубов и десен. А вот еще интересный факт. В течение дня после еды достаточно съесть всего лишь одно яблоко, чтобы избавиться от мягкого прилипающего налета. А чтобы зубы были по-настоящему здоровыми, а эмаль твердая и прочная, необходимо проводить профессиональную чистку. Профессиональная гигиена позволяет предотвратить, а также устранить воспалительные процессы в деснах, неприятный запах изо рта, образование кариеса, расшатывание зубов, которое приводит к их выпадению. Чистка в кабинете стоматолога поможет вернуть зубам, естественно, белый оттенок и гладкость. О том, действительно ли нужно делать профессиональную чистку зубов или можно обойтись домашними средствами ухода, сегодня мы поговорим с врачом-стоматологом медицинского центра «Целитель» Анастасией Пелюгиной. Анастасия Андреевна, здравствуйте! Расскажите, как правильно следить за полостью рта и действительно ли нужно постоянно проводить профессиональную чистку? Ну, насчет профессиональной чистки, конечно, в первую очередь это решает доктор, у которого вы лечитесь. Я бы сказала так, необходимо раз в полгода обязательно приходить на осмотр, а уже дальше со своим лечащим врачом вы составите весь план вашего лечения. Пациенты всегда приходят к специалистам с разными запросами. Кто-то хочет просто провести чистку, кому-то нужно осветление, кому-то еще и нужно поддержать эмали десна. Что входит в базовую чистку и как она вообще проводится? Базовая гиена у нас, как правило, состоит из трех этапов. Первый этап – это ультразвуковая гиена. Ультразвуком мы снимаем твердые зубные отложения, твердый зубной камень, который скапливается у нас в процессе жизнедеятельности за счет минерализации нашей слюны и внешних факторов, которые попадают в нашу полость рта. Второй этап – это Airflow – специальный аппарат, который помогает нам угрозить пигментированный зубной налет. И третий этап – это полировка специальными щеточками, специальными полирами, для того, чтобы поверхность наших зубов как можно дольше была гладкой, чистой и не собирала на себе все иные зубные отложения. Вот по запросам пациентов, что еще можно включить, может быть, в эту чистку? Ну, смотрите, гиена – это основа. Это основа, а дальше мы уже, конечно, отталкиваемся от ситуации, которые есть у нашего пациента. Единственное, что я хотела бы лично сказать, что профессиональная гиена и отбеливание – это разные вещи. Сделать профессиональную гиену – это не осветлить зубы. Да, у вас идет налет, у вас, может быть, уйдут зубные отложения, но эмаль светлее от этого не станет, она будет вашего природного оттенка. Почему необходимо приводить профессиональную гиену? Потому что часто приходят пациенты с заболеваниями десен. Тоже, из-за чего у нас это все образуется? За счет того, что очень много мягких и твердых зубных отложений. Десна воспаляется, и у нас получается вот такая картина. Поэтому профессиональные гены – это основа. Если говорить о домашнем уходе за полостью рта, как часто нужно чистить зубы днем и вечером, или после каждого приема пищи, и что лучше использовать – зубную нить или ирригатор? Ну, два раза в день желательно чистить зубы нам всем. Конечно, это минимум, который необходим. Зубная нить и ирригатор, они не исключают друг друга. Это немножко разные средства использования. Допустим, зубная нить, она приличает хорошо наши межзубные промежутки. Там, где щеткой, просто вы не справитесь. Межзубные промежутки, контакты – то, где больше всего скапливается у нас волокнистая пища. А ирригатор, он причащает зубодесневую борозду. Место перехода из коронки зуба в десну. Поэтому они оба необходимы, они оба желательно нужны. И, конечно, хотя бы раз в день перед сном необходимо проводить полноценную гену, зубной нитью, ирригатором и нашей привычной щеткой с пастой. Но утром, когда вы идете в долгий рабочий день, позавтракали, желательно, конечно, почистить зубки для того, чтобы выйти с чистой полости рта и как можно дольше находиться нам без патогенных бактерий в полости рта. А если при чистке зубов зубной нитью появляется кровь из десен? Это говорит о том, что десна нездоровые? Ну, как правило, кровоточивость десен говорит о воспалении. О том, что где-то есть воспаление, десна гиперемирована. За счет чего? За то, что там много микроорганизмов. В этом месте она становится отечно, и если мы там не зачищаем, то воспаление у нас развивается еще сильнее. И то есть получается замкнутый круг часто у пациентов. Они не чистят, потому что кровоточит. Но если они не причищают в этом месте, то налет искапливается еще больше. И получается и десна воспаляется еще больше. Кровоточивость усиливается. Поэтому если все терпимо, и вы можете дома справиться с этим самостоятельно, то не надо пугаться кровоточивости десен. Но если уже у вас вызывает это какой-то дискомфорт, конечно, лучше тогда сходить к специалисту. Конечно, вся углеводистая пища, все быстрые углеводы, сахары, газировки и все прочее, это у нас образует мягкий зубной налет в большем объеме. Мы даже можем самостоятельно попробовать, допустим, когда мы едим что-нибудь углеводное и проводим языком по зубкам, мы чувствуем, что поверхность у нас становится шершавая. Она не такая гладкая, как после чистки. И это вот все те маленькие микроорганизмы, которые у нас поселяются на биоптоночке зуба. А есть ли какие-то противопоказания к профессиональной чистке зубов? Сейчас мы, слава богу, оснащены очень хорошим оборудованием. И профессиональная гена, она проводится несколько иначе, как было это раньше. Допустим, у Airflow действительно прямым противопоказанием была бронхиальная астма. Вы все верно говорите. Но сейчас мы достигли того уровня, что работаем в четыре руки, мы работаем всегда с ассистентом. У нас есть хорошая аспирационная система, то есть на отсос и пылесос работают на максимум. И когда мы проводим процедуру профессиональной гены Airflow, то мы можем это собирать настолько хорошо, что пациент даже этого не ощущает. Максимум, что дискомфорт, это водичка там может быть куда-то может забиваться. Но вот эти вот мелкие частички нет. У нас очень хорошая аспирационная система, это все собирается и не попадает в верхние дыхательные пути. А сколы на зубах, дырочки тоже не являются противопоказанием? Ну, смотрите, сколы и дырочки, это может вызывать чувствительность. Конечно, в этом случае тогда мы выбираем более щадящий режим, ставим мощность меньше, допустим, у ультразвука. Или там конкретно эту область, там может быть мы заизолируем и обойдем. Но это все решаемо. Это уже непосредственно зависит от ситуации, которую мы имеем с конкретным пациентом. А сколько длится такая процедура? Все зависит, ну как я сейчас, как и обычно скажу, все индивидуально. Все зависит от исходной ситуации в вашей полости рта. Ну, примерно. Ну, примерно где-то от 40 минут до часа. Вот, примерно около этого времени. А там дальше уже смотрим по ситуации. Бывают такие случаи, что кому-то необходима гигиена в два этапа. Вот, то есть, если ваша слизистая оболочка очень воспалена, ну, десна очень воспалена, и в первый этап, возможно, мы уберем там твердые зубные отложения, сделаем так, чтобы десна у нас немножко подуспокоилась, подзатянулась, а в следующий этап мы уже еще раз все прочищаем и двигаемся дальше. То есть, это зависит, конечно, от конкретной ситуации у пациента. Регулярный осмотр у стоматолога дает возможность диагностировать все заболевания на ранней стадии, а профессиональная чистка позволит их избежать. Если нет проблем с состоянием зубов, их прочностью, механическими травмами или, например, болезнями десен, ходить к стоматологу можно раз в полгода. Помните, плохая гигиена полости рта приводит к потере зубов и вергостоящему лечению. И вот это яблоко уже точно с легкостью не получится разгрызть. На первом приеме специалисты медицинского центра «Целитель» ответят на все вопросы и смогут предложить подходящие методы лечения. Обращайтесь, не игнорируйте знаки, которые вам подает ваш организм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok